Доброе утро! Кайрлы Танг! Новый день вместе с вами встречают ведущие программы Кайрлы Танг Зара Исинаман и Чингис Капин. Мы приложили немало усилий, чтобы это утро стало для вас добрым. Сегодня 14-е... Что, Чингис, испугался? Да нет, я присчел за честь, Марш Мендельсона звучит. Видимо, это розыгрыш нашего звукорежиссера. А по-моему, это вовсе не розыгрыш. Просто наш звукорежиссер хорошо знает, что именно сегодня, 14 октября, в 1843 году впервые прозвучал Марш Мендельсона. Это случилось на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Музыку к спектаклю написал 34-летний композитор Феликс Мендельсон Бартальди, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном. В спектакле свадебный марш приобрел своеобразное звучание. Под его звуки герои комедии Шекспира заключают брак. Так композитор посмеялся над помпезностью торжества бракосочетания. Кстати, этот знаменитый марш имел ироничное значение, но спустя время отношение к нему изменилось. Широкую известность марш получил после того, как был исполнен на церемонии бракосочетания двух знатных особ. 25 января 1858 года в Лондоне венчались крон-принц Пруссии Фридрих Вильгельм и британская принцесса Виктория Аделаида. Марш, прозвучавший на великосветской свадьбе, не остался незамеченным. После этого события мелодия запомнилась навсегда и вошла в моду в качестве исключительно свадебной музыки. Музыкальную тему продолжит рубрика «Сокровища искусств». Передаем слово Галие Мурахуновой. Доброе утро! Доброе утро! Эта песня сегодня любима миллионами людей. Она вошла в Золотой фонд мировой культуры. Написал ее итальянский композитор Лючо Дала. В 1986 году она принесла автору оглушительный успех. Ее лирический герой – великий тенор Энрико Карузо. Человек, чье имя стало символом оперного искусства. Ну а повествует песня, конечно же, о любви. Песня «Сокровища искусств» По легенде, популярный итальянский певец и композитор Лючо Дала однажды из-за поломки яхты остановился в неаполитанской гостинице, где когда-то умер Энрико Карузо. Владельцы гостиницы рассказали композитору о последних днях знаменитого тенора и о его любви к молодой девушке, якобы бравшей у него уроки пения. Без сомнения, Дала хорошо знал биографию своего кумира, вероятно, много читал о его жизни, и вряд ли единственным источником его вдохновения стала бы городская легенда о неизвестной юной красавице. Но тогда кто она? Та девушка, о любви которой поет герой песни, Дала. Современники утверждали, что у знаменитого певца не слишком удачно складывалась личная жизнь. У Карузо было множество романов. Лишь незадолго до смерти он встретил свою истинную любовь. Ее звали Дороти, и она была младше певца на 20 лет. Энрико и Дороти поженились, вскоре у них родилась дочь Глория. Песня памяти Карузо посвящена великому оперному певцу. И она до сих пор тревожит сердца истинных поклонников музыки, как бы выстраивая мост, связующий эпохи и поколения, объединяющий поклонников оперы и эстрадной песни, сглаживая, казалось бы, непреодолимые противоречия. Песня памяти Карузо, по праву ставшей шедевром 20 века, яркий пример того, что искусство не бывает высоким и низким. Искусство всегда может найти путь к сердцу любого человека. Люча Удала ушел от нас в марте 2012 года, оставив богатейшее музыкальное наследие в виде записи альбомов. Однако песня о памяти Карузо навсегда останется его лучшим творением, его визитной карточкой, одной из самых красивых музыкальных композиций. С вами была рубрика «Сокровище искусств». Хорошего дня! Спасибо, Галия! Зара, знаешь, когда я слышу имя Карузо, на душе становится сразу намного теплее. Понимаю тебя. Современники отмечали, что великий тенор обладал голосом неповторимого тембра, в котором естественное баритональное бархатистое звучание нижнего и среднего регистров сочеталось с блестящими теноровыми верхами. Благодаря исключительному владению дыханием, безупречной интонации и, главное, высокой исполнительской культуре, Энрико Карузо стал легендой вокального искусства 20 века, образцом для будущих поколений оперных певцов. А я напомню, что сегодня 14 октября. В этот день, 15 лет назад, свой первый театральный сезон открыл Национальный театр оперы и балета имени Куляш Бояситовой в Астане. Зрители увидели оперы «Биржан Сара», «Травиата» и балет «Лебединое озеро». Сегодня в репертуарной афише театра более 20 спектаклей. Овациями встречают зрители любимых артистов. Нуржамал Усенбаеву, Жанат Бактай, Байгали Муамбекова, а также многих других. 14 октября 2002 года состоялась торжественная церемония закладки нового международного аэропорта Астаны с участием президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Сегодня это один из важнейших аэропортов страны. Ежедневно воздушные ворота принимают около 40 международных рейсов. Из столичного аэропорта прямо на танцевальную площадку. У каждого народа есть свои традиции и свои танцы. Ведь танец, как сказал кто-то из великих, это тайный язык души. А значит, национальный танец – это отражение души целого народа. К примеру, у Игурского особой популярностью пользуется старинный танец «Чинтакся». Исполнительница держит на голове несколько пьял, а в обеих руках – поблюдечку. Танец сопровождается лирической народной песней. Грациозно и ловко двигаясь по сцене, кружась, заплетая хоровод, исполнительницы умудряются покачивать головами от плеча к плечу, при этом удерживая на темени стопку пьял. В последнее время традиционно женский танец стали исполнять и мужчины, которые держат в руках поднос с самоваром и блюдцами. В конце номера девушки аккуратно снимают одну за другой пиалы и выливают из самой первой воду. Этот момент, пожалуй, является самым удивительным для зрителей и демонстрирует филигранное мастерство исполнительниц. Танец с пиалами непростой по технике исполнения, так как здесь необходимо умение правильно держать осанку и равновесие. Чистая вода олицетворяет открытость, дружелюбие и гостеприимство нашего народа. Кстати, танец, которому уже более 700 лет, по-прежнему пользуется популярностью, а у иностранцев вызывает неподдельный восторг. Тайрлы Тан на календаре 14 октября. В сегодняшний день знают все дети планеты, потому что он считается днем рождения знаменитого Винни-Пуха. 14 октября 1926 года в Лондоне была опубликована книга Аллана Милна «Винни-Пух». Добавлю, все началось, когда писатель Аллан Александр Милн подарил своему сыну Кристоферу Робину плюшевого медведя на день рождения. Кристоферу Робину в этот день исполнился один год. Книги Милна выросли из устных рассказов и игр с сыном. «Я, собственно, ничего не придумывал. Мне оставалось только описывать», вспоминает писатель. В книжку попали также другие игрушки Кристофера Робина. «Пятачок. Подарок соседей». «Я и я. Без хвоста. Ранний подарок родителей». «Кенга с крошкой Ру. В сумке». И «Тигра. Куплены родителями впоследствии специально для развития сюжета вечерних рассказов сына». Друзья, одним словом, чтобы попасть в историю литературы, почаще занимайтесь с детьми. И обязательно пишите об этом в книгах. В этот день, 14 октября в 1916 году, родился поэт, народный писатель Казахстана Хамид Ергалиев. Автор около 30 поэтических сборников, рассказов, художественных очерков. Хамид Ергалиев в своих произведениях рассказывал о жизни и судьбе известных людей, о подвигах и героизме воинов, самоотверженности трудового народа. Он переводил на казахский язык произведения Байрона, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гамзатова. Участвовал в переводе кыргызского эпоса «Манас», каракалпакского эпоса «Кыргыз». Книги Хамид Ергалиева переведены на многие иностранные языки. Тему казахстанской литературы продолжит рубрика «Мир книги». История казахской государственности позднего Средневековья и нового времени в наши дни становится все более востребованной. Этому способствуют сформировавшиеся за все годы независимости стойкий интерес к национальной истории и вопросам этнической идентичности. И среди всех аспектов истории Казахстана наибольшее внимание приковано к теме казахского ханства, военной и политической деятельности элиты того времени и ее связи с внешним миром. Все это побуждает отечественных историков проводить новые научные исследования. Так настоящим событием в кругу читающей публики стал выход сборника исторических документов «Эпистолярное наследие казахской правящей элиты». Идея издания писем пришла ко мне 17 лет назад. В связи с тем, что когда я работала над биографиями казахских ханов, для меня стало ясно, что без источников внутреннего происхождения, как степного, казахского, невозможно написать полноценную историю казахского ханства и вообще историю казахского народа этого периода. И тогда я обратила внимание на поиски документов, стала ездить еще более интенсивно по архивам. Это, конечно, очень трудный и многоступенчатый процесс. Ирина Ерофеева – автор нескольких монографий и многих статей, посвященных казахской государственности и его символам – родословных казахских ханов, казахско-джунгарским воинам и другим темам этого периода. В последней книге письма казахской знати, адресованной правителем соседних государств, проливают свет на многие неизученные вопросы прошлого, открывают завесу внутреннего мира авторов и их повседневной жизни. Большинство писем публикуются впервые, некоторые из них даются в новом переводе. Впервые на этих страницах представлены 250 фоксимиле оригинальных писем казахских ханов и султанов. Это голос самих правителей степи, голос самих субъектов исторического процесса. И теперь возможность имеет наша общественность уже узнавать не только, что писали о казахских ханах, их соседях образованы, а что сами они думали о всем, как друг к другу относились, как они характеризовали ту или иную политическую ситуацию в свое время. В связи с выходом двухтомника «Эпистолярное наследие казахской правящей элиты» в Национальной библиотеке состоялось вручение автору книги необычной для такого случая награды. Представители губернатора Кемеровской области Амана Тулеева специально приехали в Алматы, чтобы присвоить Ирине Ерофеевой звание лауреат премии «Кузбасс». Вручить нагрудный знак и денежную премию за личный вклад в укрепление культурных связей стран независимых государств и, конечно же, в знак признания ее заслуг перед лицом исторической науки. От имени российского губернатора они высказали теплые слова с пожеланиями новых открытий на пути нелегкого исследовательского труда. С вами утренняя познавательная программа «Хайрлы Тан» и пришло время представить вам нашего гостя. С большим удовольствием мы представляем вам известного дирижера Каната Омарова. Канат, доброе утро. Доброе утро. Очень рады приветствовать вас в Казахстане. Историю вашего вступления в профессию журналисты уже назвали сказочной. Скажите, пожалуйста, как вы пришли в музыку? И в вашем музыкальном развитии больше было везение или все-таки трудолюбие? И трудолюбие, и везение. Ну, без везения никак, конечно. Сопутствовала всегда, в принципе, какая-то удача. А как вообще началось знакомство с музыкой, с музыкальным искусством? С музыкальным искусством? Ну, это было очень в раннем детстве. И, ну, вот недавно, кстати, я узнал, как мне отец рассказывал, что вообще, как я попал в музыкальную школу, что мы как-то вот так вот в детстве, я, мой брат, папа, мы ходили, и там вот была музыкальная школа у нас вот в Сарагачей, там маленький город. И мы ходили где-то там, это было в парке, где-то за парком была баня. Вот мы ходили в баню, потом после бани, когда мы возвращались, вечером, ближе к вечеру идем, и мы проходили мимо вот музыкальной школы, мне было, наверное, лет 5-6, и я услышал вот звуки какие-то, что там музыка идет, и отец, говорит, просто так отошел, вырвался, пошел в музыкальную школу, зашел, и все, говорит. С детства как бы, с детства я пел много песен, и благодаря вот папе, маме, они у меня очень много песен как бы вот народных, казахских, советских, то есть вот на казахском языке в основном много песен. Ну, знакомство с дирижированием состоялось уже несколько позднее, да? Сначала был инструмент. Сначала был инструмент, да. Какой? Ну, мой первый инструмент это фортепиано, я три года вот в Сарагаче обучался на фортепиано, потом я учился у известного человека, очень уважаемого, Танатар Кунгруч, Нурала, у него ногобоя, вот, это было в Жубановской школе, я два года учился вот, а закончил я Байситовскую школу, потом отец меня перевел в Байситовскую школу, и я там уже начал заниматься на саксофоне. Вот у великого человека, считаю, не побоюсь этого слова, Константин Юсвич Добровольский. Это мой, это мой один из важных наставников в моей жизни. У вас действительно были великолепные учителя. Что вы можете сказать о своем инструменте, саксофон? Какой он? Как вы нашли с ним точки соприкосновения? Почему именно он? Почему это очень было интересно? Вы знаете, когда я вот еще в Жубановскую школу, только приехавший вот с аула, можно сказать, я не знал вообще никаких инструментов, я знал только вот фортепиано, и знал, что такое скрипка и баян, и домбра. Все, это четыре инструмента, которые я вообще в принципе знал. И когда я прошел, почему духовой инструмент? Потому что тоже вот директор школы, учителя советовали, потому что я же планировал быть оперным певцом. С детства, да, оперным певцом, и родители мечтали, чтобы я был... То есть диафрагма широкая, развернутая, дыхание большое. Ну, в принципе, я обладал каким-то таким неплохим вроде бы голосом, и с детства как бы голосил, и мне сказали, может быть хорошо, духовой инструмент, дыхание он поставит, все. И меня завели, как раз Танготор Курмановича у себя в кабинете, он тогда был директором школы. И он, у него, получается, на стене висел календарь от фирмы Ямаха, и там все духовые инструменты, тогда популярно это было, и он мне начал показывать все инструменты, там труба, там волны, я говорю, нет, нет, я что-то на волтор не задумываюсь. Дальше, месяц, декабрь, саксофон. И саксофон, да, я сказал, вот, на этом инструменте хочу, причем абсолютно не знаю, что за инструмент. То есть чисто визуально, да? Я сказал, вот, на этом инструменте хочу играть. Как интересно. Вот, да, но, к сожалению, в жубанской школе как бы не получилось, там, с педагогом, то, что вот именно, потому что тогда саксофон он только внедрялся вообще вот в школы. Насколько мне известно, это очень-очень сложный инструмент, особенно великолепно он звучит в джазовой музыке. Наверняка вы переслушали массу джазовых исполнителей. В принципе, в основном играют джаз. Кто ваши кумиры в джазовой музыке? Много, это Чарли Паркер, конечно. О, Чарли Паркер, это очень-очень сложный инструмент. Джон Калтрейн, сейчас это, конечно, наверное, один из таких, это Кенни Каррит, это один из моих любимых, которого, вы знаете, можно из тысячи саксофонистов сразу узнать. По звучанию, да, по фразировке. Отлично. А я вот про здесь и сейчас. Меня интересует приглашение на стажировку в Метрополитен-Опера. Это подарок судьбы или все-таки это точно спланированный, точно продуманный план? Нет. Во-первых, я хотел бы уточнить, что я стажировку проходил в театре, то есть не в Метрополитен, а в Цюрихе. Меня пригласили в Цюрик, да. А в Метрополитен-Опера я прохожу персональную стажировку у главного дирижера Метрополитен-Опера, то есть непосредственно с ним, то есть рядом. И это не сам театр приглашал, а именно вот этот человек. То есть он как бы мой наставник, ментор, можно сказать. Получается, вот два года, два сезона, это 2012-2013 и 2013-2014, я проходил стажировку в Цюрихской опере. Это один из лучших театров Европы. И действительно, конечно, я никогда в жизни не мог бы это запланировать или что-то планирую, что я туда ходил. То есть подарок судьбы. Да, это действительно. Как это получилось, что мы с Фабио Луизи, это известный дирижер в мире, который работает со всеми лучшими оркестрами, исполнителями. Да, и мы с ним познакомились в Японии на мастер-классах в 2012 году. Летом я ездил в Sapporo, Pacific Music Festival, и там была дирижерская академия с Фабио Луизи. То есть мы, получается, мастер-классы каждый день, и вот потом концерт. И после концерта он мне дал свой e-mail, сказал, как переедешь домой, просто напиши мне, что там, привет, Фабио. И я приехал, получается, написал ему никакого ответа, что и где-то через месяц он мне написал письмо, которое вообще просто так перевернуло мою жизнь, что вот, если тебе интересно, я бы хотел тебя пригласить в Цюрихскую оперу, чтобы здесь ты учился в оперной студии там и был ассистентом в Цюрихской опере, был моим ассистентом там и других приглашенных дирижеров. То есть это, конечно, была невероятная возможность, и я, конечно, согласился. На тот момент я еще в консерватории работал. Я четыре года работал. С симфоническим оркестром студентов. Да, да, да. В принципе, вы знаете, это очень неожиданно было, потому что я как бы планировал как бы все постепенно как-то вот все, а тут как бы на. И я поехал, конечно, в Цюрих, и это было, не знаю, самое лучшее время. Тяжело было, потому что я, в принципе, поехал туда с нулевыми знаниями языка. Я же удивился, как он меня мог пригласить, зная, что я вообще как бы не бум-бум, не надо. Ну, музыка вообще не требует, в принципе, перевода. Есть такое понятие язык эсперанца, когда люди друг друга видят, чувствуют и понимают. Может быть, он увидел в вас какой-то потенциал, и то, что у вас есть прекрасная возможность. Да, я ему, конечно, очень благодарен, что он, да, может, что-то увидел, и он был заинтересован, пригласил. Канат, мы поговорили о вашем инструментальном прошлом, о вашей стажировке «Метрополита на пера». Хочу отметить, что не каждый музыкант, инструменталист находит в себе потенциал и, может быть, даже желание продолжить свою творческую деятельность как дирижер. Почему вы решили не останавливаться на инструментальном исполнительстве, а пошли дальше, дирижирование? Это начало происходить, знаете, это в школе, еще вот когда я учился, я начал очень интересоваться, сильно интересоваться симфонической музыкой, я очень много слушал записи, и, наверное, один из таких вот больших толчков это был, когда мы, знаете, мы с отцом ездили как-то в Ташкент, и там есть очень большой ипподром, и там, в принципе, продается все, все, что ты хочешь, все там есть. И там мы нашли, там вот пластинки продавались, и я тогда вот увидел, вот пластинка такая была, это Мравинский, Евгений Александрович Мравинский с Ленинградским филармоническим оркестром, Чайковский, шестая симфония. Да, и, получается, я вот попросил мужа, вот папе, вот эту пластинку я хочу. Да, я вот купил, и все, и эта пластинка, я всегда с ней ходил, я не знаю, у меня не было негде было послушать, я просто вот так дома вот так вот смотрел, и когда я вот, это было на каникулы, когда я вот вернулся в школу, получается, в интернат, а у нас в школе всегда были вот эти вот проигрыватели, да, и ты мог послушать, и, вы знаете, я не знаю, там, сосчитать невозможно, сколько я практически каждый день это слушал, слушал, и не знаю, прям, то есть, и это уже как бы пошло, что я начал какие-то там, какую-то литературу читать, и уже начал интересоваться, там, не знаю, там, партитуры какие-то брать, уже более как-то глубже это все изучать. Канад, у вас очень интересная творческая судьба, еще о многом хотим вас спросить. Давайте прервемся ненадолго, посмотрим дайджест зарубежных новостей, и вновь вернемся в студию. Первые цветные снимки атмосферы Плутона, переданные на Землю аппаратом New Horizons, показали, что небо над поверхностью карликовой планеты имеет ярко-голубой оттенок. Как считают в НАСА, дымка над Плутоном состоит из талинов, частиц, появляющихся в верхних слоях атмосферы в результате реакции азота и метана под воздействием солнечного света. Кроме того, станция Новые Горизонты обнаружила на поверхности планетоида небольшие участки замерзшей воды. На фотографии они окрашены в синий цвет. В настоящее время ученые пытаются разобраться, каким образом лед оказался именно в этих регионах, и имеет ли какое-либо отношение к его формированию атмосфера Плутона. Между тем, специалисты НАСА, занимающиеся исследованием Марса, сообщили, что аппарат Curiosity нашел на поверхности Красной планеты следы древних озер и рек. По словам ученых, анализ марсианского грунта показал, что находившиеся там водоемы циклично заполнялись и пересыхали. Специалисты уверяют, что они могли существовать в течение тысяч лет. Для ученых пока остается загадкой, каким образом вода могла оставаться на поверхности Марса так долго. Миллиарды лет назад планета утратила свое магнитное поле, в результате солнечная и космическая радиация постепенно разрушили атмосферу. Без нее водоемы на поверхности Марса испарились бы в течение нескольких дней и даже часов. Ранее специалисты обнаружили на Красной планете темные полосы, появляющиеся летом и исчезающие при понижении температуры. По их словам, эти следы может оставлять соленая вода в жидком состоянии. Откуда она появляется, из атмосферы или резервуаров, скрытых в недрах Марса, пока неизвестно. За многоголосые сочинения «Памятник страданию и мужеству в наше время» с такой формулировкой Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по литературе белорусскому прозаику Светлане Алексеевич. Она пишет на русском языке. Ее последняя книга «Время секонд-хенд», выпущенная в 2013 году, посвящена жизни людей в 90-х годах на территории бывшего СССР. Алексеевич родилась в 1948 году и стала известной после выхода произведений «Цинковые мальчики» о советских солдатах в Афганистане и «Чернобыльская молитва», в которой были собраны рассказы свидетелей об аварии на атомной электростанции. Алексеевич стала 14-й женщиной, удостоившейся престижной премии по литературе за более 100 лет ее существования. Кроме почетного звания Нобелевского лауреата, она также получит 8 миллионов шведских крон, это почти миллион долларов. Церемония награждения Нобелевских лауреатов пройдет 10 декабря. Дорогие друзья, мы продолжаем беседовать с Канатом Омаровым, музыкантом и дирижером. Расскажите, пожалуйста, вы говорили о своем наставнике Фабио Луизе. Какие у него методы работы? Конечно, очень дирижер, очень наипрофессиональнейший. И вот в плане какие-то вот очень, когда он даже с оркестрами или солистами, или со мной, скажем, в класс, когда мы работаем над какими-то новыми произведениями, то есть он очень детален. То есть он всегда обращает внимание очень на многие какие-то детали. Но, скажем, он может очень много помочь и в техническом плане, то есть вот для дирижера, да, и он может помочь и в музыкальном, вот какие-то идеи, то есть да, как он видит. И вы знаете, у него, вот насколько я, то есть сколько я с ним занимаюсь, это всегда должно быть, это должно всегда вместе как-то вот идти. То есть не то, что вместе, а взаимосвязанно. В истории музыки есть ряд исполнителей, в жизни которых дирижеры сыграли большую роль. Например, мне вспоминается творческий тандем Анны Софьи Мутер, великолепной скрипачки и того же Герберта фон Караяна. Есть ли исполнители, с которыми вы мечтаете сотрудничать? Знаете, например, один из моих, я причем относительно странно, недавно его открыл, года два назад, хотя это уже как бы давно, то есть мировая звезда, это вот Григорий Соколов. Я считаю, что это феноменальный музыкант и один из, наверное, вообще таких вот личностей именно нашего времени. Мне очень нравится выступать. Женя Аубакирова, мы с ней очень много концертов давались, но очень приятно, и всегда как бы чему-то учишься, каким-то новым вещам, потому что все равно опыт человека, музыкальный опыт, общение, как бы все, и очень-очень это интересно. У меня есть много друзей, с кем мне очень приятно. Это среди них, вот, например, Нуртази Нирнар, вы знаете, пьянист. Талантливающий человек и очень интересный музыкант. Да, очень хотелось бы сотрудничать из наших музыкантов, скажем, это Амир Тебенихин, тоже пьяность. Я никогда не работал, но я бы очень хотел. Канад, скажите, есть ли какие-то способы отдыха от музыки? Ведь иногда бывает наверняка какое-то перенасыщение, когда приходит момент, когда ты устаешь и говоришь, чем бы другим заняться, нужно отвлечься. Что это? Вы знаете, в моем случае это пока рано еще так говорить, потому что у меня еще график или график работы не до такой себе, чтобы я мог сказать, я, знаете, устал. Ни в коем случае пока. И вообще, если честно, очень трудолюбивый человек. Когда ты играешь, скажем, разную музыку, вот это переключение, в принципе, это уже не отдых, но это уже какой-то идет, ты уже на другое отвлекаешься. Не, еще рано мне говорить, что я там устал. Еще все впереди. Канад, огромное вам спасибо за эту встречу. Мы желаем, чтобы после работы в Цюрихе мы могли слышать вас на сценах лучших концертных залов с нашими отечественными симфоническими коллективами, с лучшими нашими солистами, народными артистами и просто молодыми начинающими музыкантами. Творческих вам успехов, здоровья, счастья. Огромное вам спасибо. Ну а наша программа подошла к концу. С вами были Зара Исинаман и Чингис Капин. Не забудьте сказать своим близким «Хайрлы Тан». Всего доброго. До свидания.